Первые холода на Кубани стали проверкой на прочность для коммунальщиков. Несмотря на то, что отопительный сезон уже стартовал, часть домов и социальных объектов оставались без тепла. Больше всего жалоб в краевую администрацию писали жители Краснодара. 236 обращений поступило на имя губернатора. Вениамин Кондратьев разбирает сложившуюся ситуацию с мэром краевой столицы. Краснодарцы жаловались на холод в третьей городской больнице и в краевом военном госпитале. А школьники станицы Елизаветинской во время первых холодов и вовсе сидели на уроках в куртках. Вот 76-я школа. Сегодня с теплом или без? 76-я школа. Теплоснабжение на сегодняшний день у нас действует. Вот вопрос тогда по-другому поставлю. В школе тепло или теплоснабжение действует? Нет, в школе тепло на сегодняшний день. То есть дети куртки сняли? Да. Хорошо. Дальше поехали. Горбольница номер 3. Горбольница номер 3. На сегодняшний день тепло полностью подается, восстановлено. Я же говорю, у нас в период начала отопительного сезона произошла небольшая авария на сети теплоцентрали Т-центр города. На сегодняшний день небольшая авария устранена и сегодня тепло восстановлено в полном объеме. Евгений Ильич, эмоции жителей, которые находятся без тепла, будут 100% обоснованы. Поэтому я еще и еще раз обращаю ваше внимание. Не может быть никаких ни причин, ни отговорок, если ни в школе, ни в детском саду, ни в квартирах тепла нет. Нет. И их эмоции, людей 100% будут максимально оправданы. На отсутствие тепла жаловались и жители Новороссийско-Крымского и Тихорецкого районов. Миниамин Кондратьев потребовал от глав муниципалитетов оперативно решить проблемные вопросы и напомнил, что чиновникам не следует перекидывать ответственность друг на друга. Тем более, что к зиме на Кубани готовиться начали заранее. На это выделили почти 2 миллиарда рублей. За счет финансирования в том числе заменили инженерные сети и обновили 42 котельные. Самое важное, акцентировав внимание губернатор, не допустить сбой в теплоснабжении. Люди не должны жить в холодных квартирах. За первые недели, когда температурный режим начал опускаться меньше 10 градусов ночью, то поступило 400 жалоб из 30 муниципальных образований. Не нужны бодрые нам доклады. Нам надо четкое и полное понимание, почему вообще это стало возможным. В управляющей компании, в энергосбытовые, что угодно. Мы можем перечислять, но друг к другу. Люди во всех этих перипетиях и выяснениях отношений не должны страдать. Жители, которые хотят, чтобы в доме, в квартире было тепло. Это их нормальное человеческое желание. Даже если управляющие компании что-то не делают, заставьте их делать. Заставьте включать тепло. И сегодня у нас есть все для этого рычаги. Все. Нужно, еще раз подчеркиваю, давайте возбуждать дела в отношении тех нерадивых, в том числе и руководителей управляющих компаний, которые взялись за гуш, а потом говорят, что не тянут. Здесь задача максимально обеспечить теплом всех. Еще раз подчеркиваю, всех. И понятно, социальные объекты, детские сады, школы, больницы, поликлиники, естественно, жилье. Еще один немаловажный вопрос, который поднимает губернатор на планерке, это благоустройство районов и городов края. Вениамин Кондратьев требует усилить контроль за реализацией федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Новый облик в этом году получат улицы и парки в 41-м муниципалитете. Но есть те, кто очень сильно отстает от графика. В числе двоечников Сочи, Хадыжинской, Ейск. Губернатор интересуется о сроках у министра ТЭК и ЖКХ края Александра Волошина. Комфортную городскую среду, коллеги, ее же на самом деле формировать. А самое главное, что деньги-то у нас на это тоже есть и в краевом, и в федеральном бюджете. И деньги немалые. А давайте теперь посмотрим, как мы подошли все-таки к реализации этой программы. Из 41-го муниципального образования у нас стартовали вовремя и идут по графику только... Сколько у нас? 28. Ответы у главы. Одни и те же, примерно у 13. А вот чуть-чуть не успели с конкурсом, то есть с голосованием, а вот что-то там с проектами, а вот еще... Так вот что с этим-то сегодняшний 13 делает? Они успеют или уже явно не успеют? Ирина Ильич, они успеют. И задача поставлена работать в 2 и в 3 смены для того, чтобы это все реализовать в те установленные контрактами сроки. Если они не справятся, не справятся. То есть тогда мне четко дайте список тех муниципальных образований, которые говорили, били себя в грудь, они справились. В федеральной программе край будет участвовать и в следующем году на то, чтобы уютные скверы и парки появились в 51 муниципалитете, выделят полтора миллиарда рублей. Но и здесь местным чиновникам нужно быть расторопнее, вовремя подготовить необходимую документацию и разработать проекты. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров и Артем Лычко. Кубань, 24, Краснодар. Спасибо. 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 Спасибо.